добрый день добрый вечер дорогие друзья добро пожаловать на кофе клач или кишиневские мансы в кофемолку на бассейн сегодня у нас в гостях тенор сергей варсанов здравейте другарю потому что товарищ варсанов господин варсанов у нас был горин вообще-то он родом с юга откуда конкретно батенька вы когульский район москарей и когульский болгар и скажи пожалуйста когда ты первый раз попал в кишинев вот в каком было возрасте вот ты помнишь когда палки твое первое впечатление кишиневик да мой отец очень часто по три раза в неделю приезжал кишинев по работе я все время возьми меня с собой возьмите меня с собой хочу покататься с тобой у меня все время была просьба потому что мой отец автомобилист большой автомобилист и у меня брал тем более что мой дядя родной тоже жил в кишиневе и мы приезжали они жили на пушкина горка вот где три вышечки право там до за икина еще есть там там дядя дружил да там мой дядя жил и мы туда и я туда приезжал и так что мое знакомство с кишиневым практически с раннего детства а вот уже приблизительно вот эти помощь 3-4 года я помню очень и что ты помнишь вот я помню вот зелень то что я помню что я первый раз приехал летом я помню поливальную машину как ребенок ну что я стоял и она меня обрызгала я сам даже полез туда чтобы она меня обрызгала помню отец меня немножко за это поругал но не очень сильно потом значит я еще очень хотел попробовать кишиневской пищи потому что мама у меня сильнейший кулинар была я как-то привык маминой пищи но очень хотел кишиневской пищи мы с отцом поехали в ресторан тоже помню смутно какой же до вокзале было ресторана мы там посидели это же вот я там покушал ну и до кишиневской беляш был шницель был вот что того что вот это все раннее детство мое и мне очень тогда кишинев очень понравился какой-то он был такой теплый теплый и зеленый вот помню очень хорошо это теплый зеленый да теплый и зеленый потому что я летом помню вот свое пищение потом я уже неоднократно постарше становился приезжал мама была по линии медицины сюда приезжала придут доктор да она привозила больных вот туб институт знаешь где джамбос там был раньше тут института резва мама привозила туда своих больных я с ней тоже приезжал часто дядя жил на ботанике там на верхней ботанике и мы визжали очень кишинев это в крови у меня самого раннего раннего моего детства но самое интересное вот у меня было что еще полное впечатление что тоже на маршрута спешила надо было и на работе побывать и срочно в кишинев вылететь и мы был самолет когул кишинев и мы на самолете прилетели с мамой а какой кишни и пауил 14 назывался помню точно вот и мы прилетели на самолете я это очень хорошо помню потому что так как у ребенка всегда это в памяти ну самолета украшивала там ну три слова не укачивать такой самолет был ну кукурузник его на замок да 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 он вам что-то идет в салоне да там было по 5 человек нас сидел от вот помню как он завелся начал трястись но это было не забываем детское впечатление я мы прилетели я не помню на 40 минут летел я летал в одессу в детстве но мы летали с аэропорта вот который сейчас там ну со старого не нова со старого еще и два лет в надо вот это ли два это помню это вот такое впечатление там какое-то такое летающая птица тогда сейчас все так комфорта потом как я вот уже чашечку кофе сначала глоточек водички растяжение рецепторов а потом кофе кофе клатч болтовня за чашкой кофе так что давайте батенька пить кофе и сказывать дальше и вот очень кофе туда вот их пожалуйста и вот ты где-то а потом а когда ты с Кишнев переехал вообще-то но ты часто приезжал к Кишневу очень часто дядя приезжал бывало так что отец меня уже просил даже поехать с ним а я играл футбол там или еще что-нибудь и по музыкой там бренчал на гитарах и не хотелось секундочку когда ты первый раз взял гитару в руки ну думаю что это где-то произошло в классе пятом я взял гитару потому что я учился в музыкальной школе как баянист баянист и закончил музыкальную школу у нас был дом пионеров где в Кагуле да и я закончил как баянист где-то в Кагуле жил нет я в московее рядом с Кагула месть село московее я московейский московейске да ты подожди так а сколько там от московея до Кагула там километров 8 и ты ходил в музыкальную школу туда автобус был или пешком автобус был и отец привозил на машине корабль но я больше любил на автобусе чтобы отец меня не контраги и ты там занимался да самое большое впечатление было я занимался по классу баяна а потом самое было что я бежал у нас было соленое озеро и я-то там научился выбирать плавать а во-вторых там я покупал безе пирожные после всего у меня я помню 12-13 копейки это без и потом я сравнивал с кишиневскими кондитерами не уступали Кагуйске так что гитара с пятого класса и я занимался и хорошо по моему шоу и в доме пионеров купили аппаратурку вот что такое я да видел как ним играли обраничали ребята старшими меня это не привлекало но вот этот руководитель все время моего отца упрашивал и маму чтоб я взял гитару и начал приходить к нему заниматься и в один из дней я все-таки пошел и стал заниматься уже уже тогда вашу гитары осваивать гитару стал у него у меня и учил и уже как бы и баян и гитара и вот в таком ключе я уже баяна кардион не про без проблем ну сейчас надо чуть позаниматься тоже пальчики на баянии хороших коров и левая ручка это все ну да а спортом занимался в школе да занимался баскетболом потому что ты был длинный длинный ну не длинный высокий вот и бегал я слабо слабо до армии в армии меня уже научили бегать я бился бил а в футбольном баскетболе так красиво и не так и жестко потому что травмы не так были как в футболе и хоккей мы играли в хоккей даже такие вот вещи в коньках зимой на коньках да однажды даже от отца чуть меня никогда отец физически не наказывал но я провалился под лед однажды и если не мама была бы проблема большая с точки зрения физического наказания вот она нас просто слабо да я промок весь но не заболел посетка сельская хватка знаешь хорошо значит вот и ты вот если из вас кишинёв пока их кишинёв навсегда ты когда приехал я закончив школу диплом сколько оценок золотой диплом не золотой троущих отличник числе отличный но без золотой медали поведение было не соответствовало а 4 было по поведению а что такого делал ну там было но если честно вот обычно бы она подрался очень сильно с одним парнем и ты побил или тебя побили я побил но не потому что ударил сильно в нос его понимаешь но бывает в драке так и сломал нос и написали на меня заявление все такое пришла полиция даже разбираться и вот это меня сбило с с медали хотя с мамой велись переговоры они известные люди были силе отец и мама нет она сказала что заслужил но и вот после этого я хотел пойти музыкой заниматься родители не считали что это профессия просто никуда не дел и отец говорит тем они хотели тебя видеть они хотят мама очень врачом хотелось но я настолько боялся потому что когда нас и пацана пацанов в военкомате проверяли ты же знаешь как нас 13 лет 14 и мне просто дали подержать приборы которые рвут зубы ну знаешь ванночка такая моя и я ее взял в руки у поломы просто от вот когда увидел это расстроился я понял что с врача будет никогда и значит и тогда я подумал так пойду я в политехнический институт это все-таки не сельхоз мне казалось сельхозно не очень престижно а там наверняка есть конь тем сам я буду учиться и самодеятельностью заниматься вот это была моя основная задача вот я в 17 лет уже переехал сюда на постоянку и больше не поступил в институт да но мне так вот не понравилось в этом институте в общежитии что я решил что завалю экзамены 3 2 сдам 3 завалю но был эксперимент я набрал 9 баллов и третий пошел заваливать и мне сказали вы уже поступили и я потому что не так хотелось опять домой на какую на какую фрукте ты поступил факультет очень кстати престижный и как как это называется когда в такой холодильный компрессорные машины установки факультет механический это как это тогда было в молдаве это хорошая профессия холодильщика это всегда хорошо холодильщика себя не вышло нет потому что вначале хорошо учился потом сделали свободное посещение из-за музыки и это потом поступил консерваторию без 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 работы просто приняли на как будто ты учился там в институте я проучился три года и стала опять молить родителей что я не могу мне не нравится дайте где-то жил в это время у дяди или в общаке я жил в начале в общежитии мне принесли мне почему-то не понравилось там и я начал немножко шантажировать родителей что если я здесь буду жить я не буду учиться они не нашли моментально квартиру на нижней решкановке вот где где в районе шибки хорошую квартиру нашли трехкомнатную со хозяйкой я там уже жил и там я познакомился с одним музыкантом который на меня уже добил меня в роз лёня любович и он меня добил уже музыку просто за то как и вот я начал капризничать и отвердителям что я хочу пойти по музыкальной части не нравится мне по нет закончить получить диплом я ушел в армию на зло родители по куда сам шел в инкоману записался да они даже не знали а только узнали что я уж перед тем как меня уже надо было уходить они узнали про это был шок страшный шок страшные скандалы были домашний но не хочу про это уже рассказывать но я ушел в армию отслужил в армии пришел из армии где-то служил свердловске 32 военный городок в десантник что ты 2 августа фонтан пьяный прыгаешь нет прыгал прыгал было дело и у нас тут или где-то и у нас и в одессе прыгал и даже с голубым беретом со с драками как положено прошел и доказывал всем что вы очень и очень такие дела и но потом на последний год меня все-таки из-за музыки затолкали в ансамбль песни и пляски уральского военного ну просто заставили и что там делал пел то есть их хором хорошо поешь ну не хором что а что-то помнишь с того времени ну такой вот с того что ты я сегодня до зари встану по широкому пройдусь полю и так далее это ты пел как солист но пел мьется мьется знамя полковое командиры впереди солдаты в путь и так далее вот и уже потом пришел заставили меня все-таки доучиться он после этого пришел в консерваторию и ты так и ты доучу же ты дипломированный инженер логичина и то есть холодильник починить можете позвать можно тебя холодильник поломается но думаю что мы смогу но долго буду сейчас разбираться но ты это сможешь фриончик там поменять даст рим по трубку смогут это понимаю но и не очень это люблю но нет но ты то есть в принципе тебя при необходимости ты можешь починить холодильник могу за особенно его открытие мне не то есть и холодильник починить можешь до бытовой но мы же тренировались на таких на холодильник заводку был в кишиневе я вместе ли на разный проект после этого я пошел в консерваторию просто так но я знал надо было отрабатывать отрабатывать три года после института но ввиду того что я понравился консерватории там что-то позвонили куда-то что-то сделали я сразу стал учиться на факультете на факультете канту певческой канту академик часто называют ты тенор тенор конечно сразу начал тенор видеть но у меня просто эстрада и ров музыка тогда сильно интересовали но когда я рассказывал что я иногда пел в ресторанчике подрабатывал еще будучи в политехе а ну-ка рассказал по подругу лёня лебович по подруге утром лёня лебович был альтистом это вот скрипка но прекрасно пел прекрасно пел блестяще знаменитую грамоту и работал таким эстрадным музыкантом он сам из бельц подрабатывал в наших лучших ресторанах это был тишина прекрасный ресторан космос вы помните туда лайсвор открылся потом и открылся и убил ресторан молдова варите было в молдове и и вот он каждый вечер мы с ним слушали стиле вандера битл сквейн и рахи мать и обзор и что ты пел да что именно ты любишь как его песни там любимый заказывали эту хорошо но что есть вещи вот что тебе больше все нравилось море море 30 раз и по 3 рубля и представь больше чем папе на зарплату за месяц раз хорошо ну хорошо а какие еще песни что-то а из англоязычных из англоязычных я пел вот дом восходящего солнца помнишь там 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 тараран папа папа ну так дом восходящего солнца пелу потом я пел из битл с это было очень хорошо потом печень был такой ансамбль и вот была одна песня я ее немножко не ты чине джизгара пел а другая пица и фото и чемпи я пел одну песню и пил ее жизнь ну так она мне нравилась и вот я не помню я сейчас я помню что вот она была мой прослушивающий момент когда я пел мне сразу брали в любой ансамбль или ресторан когда ты пел из алиса продавали деньги ну да это ну конечно какую письмо движение ну да вы прошу такого чтобы ты сразу женщины бежали путили деньги или мужчина чтобы женщина сберечь и плеч гитаре я потом пел эту меня не тебя это было все только эту песню смотрю я да 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 сразу это когда пел ну тогда был очень популярен антонов очень он был популярен и в ресторане кроме него практически ничего не признавали вот я помню это очень но тот мой период был такой ведешь приходит в конце уже даже не хотел я однажды я убежал на день валентина это уже был ресторан уже был такой период после аркада такой есть на на ботанике возле плазы и там был очень сильный и волнянский такой был большой предприниматель утрой надо леонид я пить и он на и постоянно я пою там свою программочку я уже под фону уже начал учиться и и кто-то накрывает стол ну приходишь не знаю никого нет он не стонок я спрашиваю вам сказали и вот он так такой был тихий поклонник и однажды на день валентина столько народу собралось и пришлось петь без бесса на муча разов 35 и я был я убежал с ресторанным босиком в шерстяных носках не успел переобуться сапоги были в руке и я убегал к мере к морице меня ловили бой и все там были бабки давали конечно но уже тут уже не было ничего бабки уже не помещали уже не дали и уже не надо ни бабки ничего и я помню что я убежал туда мне с пианисткой и там я переодевался на улице все смотрели что за придурки ночью он переодевает одевается на улице в холод такой я вот убежал ну бывали такие время был тогда ходили люди ну да такие которые уже не повторяться не скоро да да там просто я тебе заплатил пой понял вот так вот такой был намек какие песни такие товарищи которые шансон не пил нет в основном очень сильно вышла вот это вот это был все вот эта песня была продолжает дальше что-то не с у нас а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Завтра опять солнце сияет Ночка уйдет, радость придет И ты с этой песней? И я просто баловался И тут мне говорят, вы заняли второе место Приз денежный И сколько денег дали? Ну, по-моему, 20 рублей Рублями, да? Да Не рублями, десятками Не-не-не, ну это бы просто в кабак сходить можно Да? В принципе, так называется И подходит выдающийся композитор, на мой взгляд, ко мне Молотарский Злататкач И предлагает мне заниматься у нее в классе композицией Ну, мне не захотелось тогда заниматься Она очень к этому отнеслась тяжело И говорит, у вас есть данные композиторские? Пожалуйста, я вас прошу, мы будем заниматься факультативно Не, я петь хочу Ну, как бы оставил ее без ответа и не появился Вот с нашей знаменитой истории Вот, и она очень Но, я помню, что мы Мы все певцы учим итальянский язык Постоянно А к нам на факультативы приходили другие И к нам тоже, которые студенты Вот, допустим, пеанист или инструменталист Хочет изучать итальянский язык Мариан ходил со мной Мы сидели за одной партой с ним Учили итальянский язык? Да, итальянский язык Я как мне положено, а он как бы изучал А с кем ты из музыкантов учился вместе? Кто точно известен в Пишиневе? Ну, много Ну, не, ну, мы с Керлом Ну, в этот Жариков такой был очень известный Его заслуженный артист Молдавии Потом, если брать не только мою специально У нас был курс Это очень мало людей Потому что, например, Харет, который ты знаешь сейчас директор Чеховского театра Он учился, был такой У нас открыли факультет музыкальной комедии Он учился как артист, по-моему, музыкальной комедии И поэтому мы с тех пор еще с ним много было Еще Кто еще у нас встретил? Микуша Многие были певцы, которые в оперном театре поют Чисто Однородные артисты они сейчас Ну, со многими занимался просто И Тогда я понял, что могу еще сочинять Но я это забросил А только вернулся сейчас, в последнее время Как он остался сочинять Ну хорошо, значит Вот ты закончил консерваторию Да Музыкальный институт закончил Консерваторию И потом что? Потом, я когда начал Когда занимался в консерватории С моим голосом начались проблемы Тенор такого плана, как у меня Драматический тенор, практически баритон Это очень сложно овладеть этой техникой Пения Учат наш тенорайтер Вот они все У меня купеечка есть Господи, помил Такой манер Я пел Вот такой вот манер Ну и эту школу Эту манеру Вот так петь Баритоном брать все эти звуки Не знали Учили меня разные Я старался Ну не получалось Пока я сам за этот вопрос Не взялся И начал изучать Как Большие певцы Карузо Марио Дельмон У тебя точно У тебя точно Грубо говоря Голос как у Карузо Тембр Ну и так нельзя про себя сказать Нет Но я не Нет То есть вопрос Ну такого плана Такого формата Такого формата Да Это как говоришь Так и поешь Ничего не придумаешь Никакие ноздри Там не загоняешь Ничего Просто поешь И я вот стал искать Потом Колькие упражнения Мне подошли Из того Хорошо А кто еще Кроме Карузо Поет Вот такие Вот что Знаешь На сегодняшний день Практически уже Никто ушла Эта школа Так ты Уникум Получаешься Последний Змокихал Вот эти Уникум Последний Змокихал Но я Вот из своих Сейчас ребят Которые Ко мне приходят Заниматься Я учу Вот этой школой И ты знаешь Она Любой студент Любой ученик Любит чудеса Вот он пришел К тебе Один Второй Третий Раз Четвертый И он хочет Быстро Видеть Результат Когда ты Мышцы ему Быстро Тренировываешь Связочки Привыкают И он Начинает И вот эта Школа На букве У Которая мне Очень нравится И подошла Мне Которые Здесь говорят Это не А мне Она подошла И Мои ребята Делают Быстрые Быстрые Шаги И Очень Увлекаются Темпением Уезжают Туда В Россию Или Где-то Что Там За рубеж Поступают Быстро То есть Я считаю Что Когда Мне Спрашивают Я Очень Любил Свою Консерваторию Очень Любил То Место На Матиевича Она Сейчас Матиевича Тогда Была Судовая Потрясающей Красоты Место Внизу Комсомольское Озеро Вообще Осень В Кишиневе Это Потрясающе И Вот Вся Консерватория У меня Это Осень Когда Ты Приезжаешь После Отдыха Летом И Приходишь Туда И Вот Это После Политеха Когда Огромные Курсы По 300 Человек Поток А тут 5-6 Человек И Никто Волосы Тебе Не стрижет Ни На Военной Картере Ничего Вот Это Свобода Мне Вот Консерватория Для Мне Это Свобода Но С точки Зрения Специальности Особенно Техники Вокала Это Я Уже После Консерватории Научился Ну Так И Говорят Какая У тебя Оценка Восьмерка Восьмерка Была После Окончания Это Хорошая Оценка Хорошая Оценка Но Вот Я Закончил У меня В дипломе 8 Общие Баллы Так Что Вот Такие Вот Дела И Потом Я Что Еще Хочу Сказать Я Не Хвастаюсь Как Раз Я Не Был В Италии Меня Все Время Итальянцы Оставляли Жить Работать Но Я Не Хотел Вернуться Сюда Вот Иногда Жалею Об Это Ты В Италии Не Пожил Не Порвыл За ни капельки Поработал Немножечко Но Где Ты Работал Там В Не Аполь Работал Что Ты Делал В Оперных Театр Пел В Кабахе Или В Оперных Театрах По Контракту И Пел В Храме Вот Храм Стоит Храм И Постоян Там Как Ты Зарабатываешь Деньги Когда Ты Оперный Певец Ты Имеешь Контракт Спел Контракт Заработал В Следующем Театре Контракт Если Есть Литер А у Меня Было Еще Как Тебе Объяснить Постоян Я Хотел Сегодня Повторю Показать Нет Повторю Повторю В Новом Марии Пел А В Мария В В Джин Дель Чев Соправно Ди Грац Матре Пия Я К Ле Ни Ор Ла Фер В Те Пре Гера Ни Ор В Те Моя Те В Те Их Очень Много И Качини Это Один Текст Канонический Повторяется На Разные Мелодии Мелодия Разная А текст Практически Один И тот Жен Канонический Текст Так Что Вот Эти Вот Моменты Были Там Но Я Опять Не Выдержал Быстро Убежал Домой И Потом Даже За мной Человек Сюда Приезжал Просил Они мне еще как говорили Когда только начал Они мне говорили Ты не будешь думать Ни про одежду Ни про еду Ни про контракты Мы все теперь будем искать И делать два года Пожалуйста Да, да, хорошо Логай И смотаться Убежал Вот такие вот дела То есть тебе верить нельзя Нет, тогда нельзя Давай что-то спою Своего репертуара А нет Я хочу Чтобы ты спел Мне вот нравится А вот Ну в конце концов Да Ты в гостях же Да Я так думаю Был у нас Я просто обожаю эту вещь У нас был шикаранов Такой И у меня есть одна вещь Потрясающая Но эту я обожаю Я знаю Давай Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ушел Субтитры создавал DimaTorzok Мы так не ценили Мы так не ценили то, что имели Мы так не ценили то, что имели Нам всегда сказалось, что там где-то Там где-то романтично Там где-то у себя под ногами Солько ты в Неполе прожил? Да часто Пять раз только там Нет, нет Слушай Слушай Самый больше месяц Неполь держался? Очень Но правда Очень плохое у меня началось с ним Встреча Я купил камеру И украли И мне украли И оказалось Такая же сумка у меня на плече Только там было Пять килограмм соли В этой сумке Когда я пришел в гостиницу А я думал, что камера так у меня И на плече и висит Вот эти моторолевки Знаешь, что рядом Много народу ходит Ну да Идешь там По набережной Вот такой город И все время смотришь на это Визу Как шандарахнет Что будет Знаешь, такое ощущение И раз Ну едет Я пришел А там соль Хотя я видел, что камеры Я купил Я запаковал Да вообще так Я тогда расстроился Но все равно И неаполитанцы Не понимают, что они говорят Потому что даже если знаешь Они же вот этот Обычь, они до сих пор считают Что неаполит отдельно Что они не итальянцы До сих пор, между прочим А кофе на британский Ты пил там Да Когда мало-мало кофе Как-то Хорто Да Вот что-то Нет, а у них же там еще есть И британские кофейники Между прочим Я тогда по кофе не очень Я очень пиццу Пиццу любил Их не очень Такая мучима Пицца-маргарита Тоже родом из Днебра Между прочим Вот пиццу Я везде где-нибудь Забегал Но там у меня появилась Одна поклонница Она нас возила Нашу труп Да Итальянка Но она была Метиска Наполовину Но она итальянка Метис Ну видимо когда-то Ее предки там приезжали Она вела наши концерты И я Там Пел Смотрю У меня почему-то Две порции Всех по одной У меня дверь Потом Смотрю Три порции Там у меня больше Гнорадчик Потом я смотрю Только появились эти трубки Знаешь Вот эти Мога У меня раз Через стол Мне бросили такую трубку Это вам передали Я ничего не понимал Вот такие Вот такие Бывают такие Вещи Я не хочу об этом Скажешь Скажешь Что я там Хвастаюсь Но были такие Астреляться Это жизнь Да И вот Я один раз С ней сел В машину Потому что я В автобус Куда у тебя уезла На концерт Наехали Из гостиницы И она Говорит Не садись Сейчас не был рвал Не садись Говорит Она в автобус И говорит Сядешь Со мной В машину Я как сел А там же Знаешь Вот такие Ужас Там Какой скоростью Она неслась И я Думаю Не надо Такой жены И такой Любовницы Не надо Это Очень страшно Ты испугался Итальянку Ты испугался Да Ну Саша Знаешь У меня какой-то Может я неправильно Устроен Может мой какой-то Кодный Такой Я Почему-то Очень иногда Обижаюсь На то Что здесь происходит Но когда я Отсюда уезжаю Меня тянет сюда Вот извини Кишинев Кишинев Вот Я иногда Вот А вот Недавно Недавно Я не помню Что мы делали Не помню Это лет пять Было назад Приехали сюда Одни певцы Я с ними пел Тоже С одной певицы И мы ее встретили В аэропорту С мужем А он был Дирижер И она вышла Вау Кобелеца Вот как бы Мы это все Все Что такое Кобелеца Какая красотища Мы ехали С аэропорта Кобелеца И эти наши Колдобины Все это есть Когда очень хорошо Все гладко Едешь Спишь А тут Все время Ты в тонусе Понимаешь Наши колдобины Тебе И она Кобелеца Кочета Браво Браво И со своим мужем Им так здесь Понравилось Потом у нас Был в Тирасполе Концерт Тоже так понравилось А мы же все время Да что здесь Здесь Понимаешь Вот такие вот Мансы наши Кофе твои мансы Как ты говоришь Кишиневские Кишиневские мансы Я еще говорю Мы очень часто Не ценим Я вот Сейчас встречались Мы группа Кишиневцы В прошлом году По-моему Встречались Они тоже Высокое мнение Кишиневцы Вот они Поприезжали Ну да Откуда-то там Один с Америки Там такой Я потом смотрел В интернете Он такой Весь Даже Всюду Да Он говорит Ребята Вы так Очень неплохо А мы же говорим Что ты оставьте Ребята Ну что ж И вот Ты И вот Я учился Пел Много Сейчас Лето все Перечислять Где только Я не был И работал В Криковском Криков Крикова Очень имел Сильный Примар Любил Искусство И у него Было много Коллективов Я там был Художественным Поповодителем И тоже С ними ездил Крикова А что ты Пошел В вашу оперу Работать Но тут у меня Роман не сложился С нашим Оперным театром Бывает Так Я потом Я решил Что я Все-таки Несистемный Человек Я не могу Не потому Что я Кого-то считаю Хуже Или лучше Я такой Я сам Волк Знаешь Или как Называется Сам по себе Кот Знаешь На крышевар Я больше Люблю Когда Я сам С собой Разговариваю Потому что у меня Учителя Вот эти Я все время Читаю Как они делали Как они работали Вот такое И О чем я сейчас Говорил Что И вот Роман у меня С нашей Оперой Не сложился Я вот Начал Искать Свои Контракты Действовать И Абсолютно Любил Очень Наш театр Люблю До сих пор И Хожу У него Смотрю Что-то Но Я люблю Больше Самостоятельно И Вот Как-то Мы Встречались На Каких-то Презентациях И Приглашали Меня туда Петь И потом Подходит Один Человек Вы его Знаете Сергей Истратьев Такой Он Собственный Конспондент Культурной Газеты Кишиневе Из Бизнесменов Бывших И Все Такое И Он Говорит Вот У меня Сократ Я Сочинил Так Мне Хотелось Чтобы На Греческую Тему Что-то Была Какая-то Музыка Как-то Сделать Это Все Я Буду Писать Текст И Все Такое Есть Греческая Музыка Нет Есть Целая Я Не Хочу Я Хочу Секундочку Подожи Не Греческая А На Эту Тему Греческую Тему Ну Дай Эту Композицию И Мы Хотим Вот Если Ты Здесь Более Менее Благар Ходишь Прямо Здесь Эту Трагедию Показать Все Удовольствие И Посмотришь И Мы Ставим Свет И Все Такое Будет Очень Красиво И Это Будет Там И Я Говорю А Давай Тебя Попробуем И Когда Попробовал Понравилось Ему Понравилось И Потом Побезли Это В Москву Сейчас Получится Продолжим Наши Связи И Друг Чего Получится Будем Ездить И Там Будем И И Там Будут Послушаем Чуть Чуть Уже Твои Ведут Вот Я Тоже Потерял Отца Правильно Оставился Да Оставился Но Он Просто Очень Курил Курил Очень Сильно Ты Не Муришь Нет Он Мог Б Я Не То Что Мне Запрещали Я Попробовал Нет Иногда Вот И Как-то Я У Русула Гамзатова Смотрю Иногда Люблю Поэзию Так Иногда Да И Ты Любишь Я Знаю Я Помню У нас Были С тобой Поэзии Да Я С С С С Был Делал Под Полтавой И Причем С Первого Раза Очень Хорошо Ты Все Сделал Есть Запись Я Знаю И Я Как-то Читал И Думаю Смотри Какие стихи Думаю Дай я Попробую Что-то Сделать Отца Своего Всегда Вспоминал Сейчас Мой Отец Вставал На Зорьки Рани И Еще В Предутреннем Дыму Отправлялся В путь К Вершинам Дальним По Тропе Известной Лишь Ему По Крутым Уклонами Пологим Шел Отец Покуда Мог Ити Обходя Проезжие Дороги Презирая Легкие Пути Многое На Свете Миновало С Той Поры Прошло Немало Дней Немало Отца Тропа Его Осталась Я Ити Попробовал По Ней Но Услышал Как-то Слава Богу Я Знакомый Голос Впереди Мой Мой Сынок Ищи Свою Дорогу Проторенной Тропкой Не Иди Мой Сынок Ищи Свою Дорогу Проторенной Тропкой Не 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 Иди Не 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 Браво Такое Да Вот сейчас Я вспоминаю Папу При этой Вещи Тоже Любить Так Музыку Знаешь Что у него было Он был Какой-то Такой человек Как только шла Опера Или на Фортепиано Что-то играло По телевизору Он уже Причал Телевизор Ну Просто Человек Но Когда он Разговаривал Во дворе У нас Частный Дом Мы не могли Спать Утром Он вставал Такой голос У него Бас-бас Вот он Просто С мамой Разговаривает Во дворе Никто Не может Спать Не громко Вроде Ему Кажется А всем Нам бьет По перегонам Такой голос Он имел Так что Вот такие Вот дела Я Просто Хочу Еще Тебе Сказать Что Вообще Наша Молдавия Богата На Таланты Если сейчас Их начнешь Перечислять И в области Музыки Особенно Ту Которую Я Представляю Вот Ну И Сейчас Есть ряд Таких Поэтов Которые Мне кажется Очень часто Десяточку Десяточку Работают Надеюсь Вот Есть Такая Поэтесса Светлана Карла Я Очень С ней Сотрудничаю Она Мы Организовали Салон Лоза Элира Такую музыкальную Литературу Салон Лоза Элира Там Рината Портная Возглавляет Это Делаем Мы Все Мы Как Музыкальную Часть Возглавляем Вот И Там Очень Часто Происходят Встречи Наших Кишиневцев Таких И Я Твоя Персона Там Была И Мы И Вот Часто Есть Такие Постоянные Члены Вот Она Один Из Постоянных Пишет Стихи Такие Очень Они Теплые Добрые Женственные И Я Хотел Профессионально Очень Профессионально Работать Я Моё Поэзию Тоже Сделал Пару Даже Не Пару Моговато Песен Вот И Есть Миша Лупашка Михаил Василь Лупашка Тоже Публицист И Писатель Такой Активный Член Вот Этой Нашей Такой Творческой Жизни И Буквально Не Да И Он Сейчас Готовит Такой Сборник Про Буджак Буджак И Вот Та Сторона Где Я Родился Там Очень Много Исторических Монентов Было В нашей Бессарабии И Он Очень Много Написал Материала И Кое Что Я Сделал Музыкальная Часть Там Про Моих Соплеменников Болгар Я Сделал И Про Это И Вот Одно Недавно Было 250 Лет Битвы Когульска Где Румянца Поддерживала Победы Здесь И На стихе Михаил Лупашко Ранним утром Слышим Гул Вдоль Речушечки Когул От Врага Не Пряча Лица Гвардия Императрицы Строгой Диспозиции Вышла На Позиции День Окрасится Багрянцем Генерал Аншеф Румянцем Дал Приказ Вперед Знамена Всем Медали Поименно Знай Майска Императрицы От Врага Не Прячут Лица Опадают Вражьи Чары Хоть И Храбрые Яны Чары И Охотники До Драки Не Смогли Сдержать Атаки Так Что Нынче Ворог Знай Впереди Река Дунай Изумись История Полная Виктория Сабли Остры Метки Пули Дело Было Прикагуля Знай Мойска Императрицы От врага Не прячут Лица Мойска Нельзя Я В следующий раз Возьму Есть Есть У меня Пронизал Я Просто Понимаешь Многие песни Если я сейчас Начну Петь Они Как бы Предвосхищают То Что Должно Потом Произойти А Меня Просили Серега Помоги Не Пой То Что Мы Потом Покажем Хорошо Договорились Тебе Больше Не будут Подальше Потому Что Ты Такой Человек Что Тебе Трудно Отказать Но Хочу Она Раньше Ребенок Родился У женщины Два Месяца И на Работу У меня Бабушка И вот Она Рассказывала Мне Что Ее Бабушка Помнила И Ей Рассказывали Про Этого Человека Видишь Как У болгар Из Поколения В поколение Об этом Человеке Передается Вот Очень Хорошее Все Хорошее Что Он Сделал Он Тогда Поселял Их Здесь Спас Оттуда От Из Деду И Вот Все В Волграде Все Мы Чтим Болгары Чтим Этого Человека Очень Сильно Он И Пушкина Помог Терпел Все Его Выходки В Кишиню Ринзов Да Да Вот И Я Начал Сочинять На Стихи Поэтов Таких Очень Известных Сейчас Тоже Кусоч Покажу А Счастлив Меня Однажды Позови Собою В рай Исцели Меня От Жажды Подышать Немного Дай Он Ведь Не За Облаками Не За Три Девять Земель Там Снежок Висит Клаками Спит Апрельская Метель Там Синеет Ельник Мелкий На Стволах Ржавеет Мох Перепаркивает Белкам Будь Розовый Бенок Отливая Блеском Ртут Мстын Металая Вода Ты Однажды Ран Мут Ран Позови Меня Куда Я Тебе Не Помешаю И Когти Твоя Пройду Жизнь Такая Небольшая А Весна Одном Году Там Поют Лесные Птицы Там Душа Поет В груди Стол Грехов Тебе Проститься Если Скажешь Приходи Вероника Тушнова Очень сильная Поэт Хорошо А ты Про Светлану Вакарова Обращал на ее Стихи Прямо сейчас Показал Ты же Пашку Показал Теперь Покажи Если Ты Уже Тут Перед Людьми С Гитарой Такая Песня Вот Пастель Виски Меньше Солнца И света И любви И тоски Вот и Кончило Свет Радости Лепеща Все Так ярко Так просто Невозвратная Даль Тот Затерянный Остров Так Похоже На сон Но Размыты Детали То ли Я То ли Ты То ли Оба Устали Далеки Ли Близки Так Давно Это Было Нет Низа Вопреки Ты Меня Полюбила Какая Твоя любимая улица в Кишиневе Садовая Садовая Да Садовая Она Так у меня Печаталась Садовая Человек А ты Что-то еще раз Поешь Давайте Я спою Одну Такую Забойную Вещичку На стихи Евгения Тушенко Потому что Очень Тушенко Тушенко В Кишиневе Был же Да Был в Кишиневе У вас Как-то В гостях Был Такой Товарищ Известный Наш Журналист Роберт Западинский Он мне Рассказывал Что Он Даже Встречался С ним Здесь Брал Мин Интервью Ну Такие Стихи Я Вот Недавно Слышал Читали Вот Вспомнили Про эти Стихи Но Я До того Еще Написал Песню Какая Она Немножко Я Разный Я Натруженный Прозный Я Целесообразный Мне Неловко Не знать Буэнос-Айреса Нью-Йорка Хочу Шататься Сколько Надо Лондоном Со всеми Говорит Пускай Наломаном Мальчишкой На автобусе Повищем Хочу Проехать В утреннем Парижем Хочу Искусство Разного Как я Пусть Мне Искусство Не Дает Житя Я Вам Необходим Я Одно Вверху Замален Как Сеном Молодым Машина Грузовая Лечу Сквозь Голоса Сквозь Ветер Снеги Щепет И бабочки В глаза И сено Прет В пощели Пою И пью Не Думаю О смерти Раскину В руки Падаю В траву И если Я умру На Белом Свете То я Умру От счастья Что Живу Границы Не мешают Мне неловко Не знать Буэнос-Айрес Нью-Йорка Хочу Шататься Сколько Надо Лондоном Со всеми Говорить Пускай Наломаном Мальчишкой На автобусе Повищем Хочу Проехать Утренним Парижем Хочу Искусство Разного Как Я Пусть Мне Искусство Не дает Житя Я Я Я Разный Я Разный Я Разный Мне Хочу Роберт Роздественский Приезжал Есть Петина Есть Давай Нет Подожди Я Я ее просто сегодня не взял с собой Вознесенский приезжал Я могу на Вознесенского Давай на Вознесенского Вот сейчас Понимаешь На Вознесенского Вот Вот думал Сашей Хотя у меня есть Так Ладно Сейчас Такая немножко Понимаешь Вознесенский Да Вознесенский Кстати Очень интересное Решение его стихов Он обычно Немножко по-другому Называется Певец Это слава и цветы Дань талант еще Любят голос твой Но ты Всем до лампочки Пара падает в траву Сломав лавочку Под мелодию твою Ты им до лампочки Друг на исповедь Пришел Пополам почти Ну а что с твоей душой Ему до лампочки Муза в местной прастыне Ждет Лаванда Голова Твой автограф На спине Ты ей дал лампочки Телефонит полземли Клубы Лапухи Хоть бы кто-нибудь спросил Как ты лапочка Лишь врагу в тоске Ножа В страстной срочности Голова твоя нужна А не творчество Но искусство есть кометь Смысл ламанческий Прежде чем перегореть Ярче лампочка Но искусство есть кометь Смысл ламанческий Прежде чем перегореть Ярче лампочка Вознесенский, вот такой вот тоже он бывает. Ну, еще я хочу спеть что-то для наших женщин. И такая очень... Это чей стихи? Это Красников тоже поэт такой, очень известный поэт, такой, он еще жив. У женщины характер осени, То в золоте она, то в ноготе, Когда огнями глаз, как злыми осами, Вас больно жалит в знойной темноте. У женщины характер осени, Так поздний темный мед горчит. Расскажет вам, о чем ее не просите, О чем вы просите, отмолчи. У женщины характер осени, Ей не страшна худая тень молвы. Еще вчера она была не гостья, У вас в дому, где стали гостем вы. У женщины характер осени, Блеснет на мига чарование час. Она жива, пока ее не бросили, Она мертва, когда бросает вас. Какая дежелья, да? Дежелья, да. Ну, знаешь, как? Хорошо, ну, эту песню отмитаться. Я уже знаю. Я понимаю, хорошо. Ну, а вот есть еще какие песни твои, Вот, что ты хотел бы сам испеть? Вот, теперь я... А, подожди, а твое любимое блюдо? Если честно сказать, Болгарская милина. Не знаешь такое? Нет. Ну, это творог, яйца, Ну, тесто, естественно, Заливается яйцами очень сильно. Такое получается. Вот, типа вертуты, Только все это очень сильно заливается. Сметаной, да. Ну, баницем, да. Но у нас на юге милина. То есть, это практически та же самая баница? Та же самая баница. Вот это мое одно из самых... Любое блюдо, Борщ буду с этим кушать, Картошечку жаркую я буду с этим кушать, Голубцы буду с этим кушать с удовольствием. А у меня вот такая вот. Даже арбуз с этим могу кушать. С баницем. Так что вот такие вот это чисто... Это еще с детства, Потому что здорово моя мама готовила, И это даже немножко и по здоровью нам всем дало. Потому что у нас мучное Было распространено всеми эти большие застолья С хорошими такими жирными стаканами. Блюдом вина пьешь? Да, конечно. Но сейчас больше уже не прямо стакан виноболь, Так коньячок. Что в родочек. Вот такое вот. Так как-то вино раньше пил, Сейчас больше. Сосуды, брат, сосуды! Оставятся. Что поделаешь? Так что вот такие вот дела. Ну, карьера тоже пить много нельзя между прочим? Ну, да, конечно. А да, ничего нельзя много. Даже петь много не надо. Надо дозированно давать информацию, Чтоб не устали люди от этого. Я просто хочу сделать комплимент вам, Александр. Да, мне комплименты. А я хочу. А вот это независимо от вас идет. Если я это не сделаю, Я не буду спать ночью. Да. Что очень много хорошего делается для этого города. И самое главное, что любовь. Любовь. Ведь это самое-самое такое чувство. Оно у вас есть. К своим собеседникам. К любимому городу. Это очень важно. Спасибо. Потому что сейчас все измеряется некими другими ценностями. Не будем аргиваться. А ценности есть. Есть вечные ценности. Давайте так. Давайте о вас. Подождите. Что же это? Что вы еще бы хотели спеть? Ну, я хотел бы закончить свой такой музыкальный. Почему? Ну, а что там ценностями я закончил? Ну, давай, я тогда спою. Пучакайте, Малка. Пучакайте, да, пучак. Хорошо. Я сейчас хочу спеть тогда вам тоже пока Вознесенского. Можно я немножечко? Я сейчас попою, да. Потому что я почему-то... Когда взошло твое лицо под жизнью скомканной моею, Вначале понял я лишь то, как скудно все, что я имею. Но рощи, реки и моря, оно особо осветило И в краске мира посвятило непосвященного меня. Я так боюсь, я так боюсь, конца нежданного восхода, Конца открытий слез восторга, но с этим страхом не борюсь. Я понимаю этот страх, и есть любовь, его лелею. Хотя лелеять не умею своей любви, небрежный страж. Я страхом этим взят в кольцо, мгновения эти знаю кратки, И для меня исчезнут краски, когда зайдет твое лицо. И в таком же духе, пусть немножечко даже знаменитейшее его стихотворение, Я слышал, как Иосиф Давыдович пел какой-то клип у него даже был на это стихотворение, И почему-то я не очень его принял. Думаю, дам-ка я попробую, такую наглость проявлю, И попробую на эти же стихи сделать то, как я его чувствую. Сейчас я попробую. Я его все петь не буду, но кусочек. Я его хочу посвятить всем людям, которые любому из нас встречались в этой жизни, И которые нам что-то сделали хорошего, или мы у них чему-то учились, А их уже практически нет, но мы всегда о них помним кусочки. Идут белые снеги, как по нитке скользла, Жить и жить бы на свете, но, наверное, нельзя, Чьи-то души бесследно растворяясь вдали, Словно белые снеги идут в небо земли, Идут белые снеги, я тоже уйду, Не печалюсь о смерти и бессмертия не жду. Я не верую в чудо, я ни снег, ни звезда, И я больше не буду никогда, никогда. Мне тоже просили, мне предвосхищает, Это будет вечер возле Стушенко, Мы все это споем, но, Александр, я не могу. Я на вас смотрю. Я хочу такое программное стихотворение спеть На стихи великого Пастернака. Ну, мы немножко сегодня были веселые, Но мы и немножко серьезные. Ну, что делать? А шайвятся, как вы говорите. Как горят в Кишиневе. А шайвятся. Во всем мне хочется дойти до самой суть В работе, в поисках пути, в сердечной смуте До сущностей, протекших дней, до их причины До оснований, до корней, до сердцевины Все время схватывая нить, судеб событий Жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия О, если бы я только мог, хотя от счастья Я написал бы восемь строк о свойствах страсти О беззаконьях, о грехах, бегах, погонях Нечаянностях, попыках, локтях, ладонях Я вывел бы ее закон, ее начало И повторял ее имен и юнициалы Я б разбивал стихи, как сад всей дрожью живок Цвели бы липы в них подряд гуськом в затылок В стихи бьявнес, дыханье ронс, дыханье мяты Луга, осоку, синакон, с грозы раскаты Так некогда Шопен вложил в живое чудо В фольвар как в парков, в рощь могил свои тюны Достигнутого торжества Игра и мука, натянутая детива тугого лука. — Саша, ты сейчас доволен своей творческой жизнью? — Творческой — да. Потому что, понимаешь, творческая и к ней нужна ещё вот эта жизнь, которая питает творческую жизнь. Хотелось бы, чтобы та чуть-чуть улучшалась, которая питает творческую жизнь. Но никак без этого нельзя. — Я понимаю всё это. — А с точки зрения творческой, да, я ищу, как говорится, знаешь, ищу, ищу, ищу. Спросили, ему где-то было уже за восемьдесят, и позвонил ему его певец и спрашивает, маэстро, что вы делаете? Это было уже вечером. — А как, что делаю? — Занимаюсь, занимаюсь, ищу. — Слава Богу, значит, кто ищет, тот всегда найдёт. — И напоследок я хочу ещё... — Можно мне ещё раз «Охите и Формоз»? — Да. — А на русском ты знаешь слова? — Да. — Вот спой и на русском всё вместе. — Понял, понял. — Потому что это, в принципе... — Кишинёвский аромат. — Кишинёвский аромат. — Да, эта песня, вот она настолько... — А, кстати, я помню, с детства я... — А я в Patreon не играл, Шикаранов, там, буквально? — Ну, там играли его музыканты. — Музыканты играли. — Это знаменитый саксофонист его играл там, да. — Да. — Просто я хочу тебе сказать, что я помню раньше, помнишь, утро начиналось, какие-то вот стояли вот такие радио такое, или как они назывались? — Радиоточки. — Да, большие по городу. — А, репродукторы. — Репродукторы, да. — И я вот помню с детства эту песню. Её пел и Фин Балцану, и пел ещё один известный певец. Я забыл его вспомнить, но сейчас... — Просто мне очень эта песня нравится. Ее луна мая, и тот амургуин вепэй, Иар луна есе пести луи, и пести веи. И как-то бине е лынгэ тине, Как-то мне садур, сэ прэвеск ин очи тэй. Охи тэй фрумошь, карши-луминось, Ли крэск а-дое стэле пести веата меа, Яркурата лор привіре, Плине де юбире, Вешник им шоб тэш тэчэван. Если любишь ты, если веришь ты, Значит, сбудутся желанья и мои мечты. И для дружбы нашей нежной, И зимою снежной, Мы найдем родная цветы. Ну что ж, дорогие друзья, Вот на этой прекрасной Кишиневской ноте Мы заканчиваем нашу встречу с тэнором Сергеем Варсановым. Большое вам спасибо! Варе Ведере! Дурга, всичку хобова, ши довиждане! Довиждане, да!